Продолжение следует... Поэтому проектировочный расчёт вала выполняют только на кручение, а влияние на прочность вала изгиба, концентрации напряжений и характера изменения нагрузки компенсируют понижением допускаемого напряжения ТАУ кручения и принимают его равным 15-20 мегапаскалей. Диаметр конца вала D в миллиметрах вычисляют по формуле, известной из курса сопротивления материалов и приведённой на слайде. Предварительный проектировочный расчёт валов на прочность. Диаметр конца вала рассчитывается по формуле, приведённой на слайде. Полученное значение округляется до ближайшего большего стандартного размера по справочным таблицам. Если определяется расчётный диаметр любого другого участка вала, то полученное значение округляется согласно ГОСТ нормальные линейные размеры по ряду, например, РА-40. Значения нормальных линейных размеров приведены на слайде. Так как промышленность изготавливает подшипники качения с диаметром отверстия 35, 55, 65 и 70 мм, то их разрешается использовать для ЦАП валов и осей как дополнительные размеры. При проектировании редукторов диаметра его входного конца ведущего вала можно принимать равным диаметру выходного конца вала электродвигателя. Упрощённый проверочный расчёт валов на усталость. Проверочные расчёты валов проводят оценкой статической прочности и сопротивлению усталости. К проверочным расчётам также относятся расчёты на жёсткость, устойчивость и колебания. На статическую прочность валы рассчитывают по наибольшей возможной кратковременной нагрузке с учётом динамических и ударных воздействий. Такие нагрузки кратковременны, повторяемость их мала и не может вызвать усталостное разрушение. Упрощённый проверочный расчёт валов на усталость исходит из предположения, что не только нормальные, но и касательные напряжения изменяются по симметричному, наиболее неблагоприятному циклу. Расчёт даёт неточность в несколько процентов в сторону увеличения запаса прочности. Условие достаточности сопротивления усталости приведено на слайде. Здесь сигма эквивалентное. Эквивалентное напряжение в проверяемом сечении. Сигма в квадратных скобках с индексом минус единица и допускаемое напряжение на изгиб. При симметричном цикле изменения напряжений. D – диаметр вала в этом сечении. И M – эквивалентный момент. Суммарный изгибающий момент M с индексом i в любом сечении вала определяется как геометрическая сумма изгибающих моментов в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Выражение для изгибающего момента представлено на слайде. Одновременное действие изгибающего и крутящего моментов учитывается значением эквивалентного момента, например, по гипотезе наибольших касательных напряжений. Выражение для определения эквивалентного момента приведено на слайде. Расчетный диаметр вала в расчетном сечении определяется по формуле, приведенной на слайде, и полученное значение сравнивается с принятым при конструировании вала. Порядок выполнения упрощенного проверочного расчета. Первое. По чертежу узла составляют расчетную схему. При выполнении расчетной схемы вал рассматривают как шарнир на закрепленную балку. Положение точки опоры вала зависит от типа подшипника. Различное положение точек опор приведено на представленном на слайде рисунке. Второе. Определяют действующие на вал силы. Если они действуют не в одной плоскости, то их необходимо разложить по двум взаимно перпендикулярным плоскостям. При угле между плоскостями меньше 30 градусов, все силы можно рассматривать как действующие в одной плоскости. Порядок выполнения упрощенного проверочного расчета. Третье. Определяют опорные реакции вертикальной плоскости и в горизонтальной плоскости. Третье. Определяют изгибающие моменты и строят их эпюры в вертикальной и горизонтальной плоскостях, в выбранных опасных сечениях. Четвертое. Определяют суммарный изгибающий момент. Пятое. Определяют крутящий момент и строят эпюру. Шестое. Определяют эквивалентный момент. И седьмое. Рассчитывают диаметр вала и полученное значение округляют до ближайшего большего стандартного. Конструкция. Расчётная схема и эпюры моментов вала. Конструкция. Расчётная схема и эпюры моментов вала показаны на примере вала деталей передач, изображённым на слайде. Вал 2 поддерживает полумуфту 3 и шестерню 1 и передаёт крутящий момент от полумуфты на шестерне. Расчётные схемы и эпюры моментов приведены на слайде. Расчёт осей. Расчёт осей выполняется как частный случай расчёта валов с учётом того, что крутящий момент равен нулю. Диаметр оси из условия её прочности на изгиб определяется по формуле, приведённой на слайде. На слайде также представлена конструкция, расчётная схема и эпюра изгибающего момента оси. Уточнённый проверочный расчёт. В предлительно действующих нагрузках выполняют проверочный расчёт на сопротивление усталости. Расчёт исходит из предположения, что нормальные напряжения изменяются по симметричному, а касательный – по асимметричному циклу. Расчёт заключается в определении фактического коэффициента запаса прочности S в предположительно опасных сечениях с учётом характера изменений напряжений, влияния абсолютных размеров деталей, концентрации напряжений, шероховатости и упрочнение поверхности и сравнение его с допускаемым коэффициентом. Усталостная прочность вала оси обеспечена, если выполняются условия, приведённые на слайде, где S с индексом σ и S с индексом τ, соответственно, коэффициенты запаса прочности по напряжениям изгиба и кручения, а S в квадратных скобках – допустимый коэффициент запаса прочности, который измеряется в диапазоне от 1,5 до 3. Уточнённый проверочный расчёт. Выражения для определения коэффициента запаса прочности по напряжениям изгиба и коэффициента запаса прочности по напряжениям кручения приведены на слайде. Условия достаточной жёсткости валов и осей. По действиям приложенных активных и реактивных сил валы изгибаются и скручиваются. Деформация валов при изгибе характеризуется прогибом и углами поворота поперечных сечений. Максимальный прогиб вала или оси называется стрелой прогиба. Деформация кручения характеризуется углом закручивания. Условия достаточной жёсткости валов приведены на слайде. На слайде также приведена схема для расчёта жёсткости валов. Условия достаточной жёсткости осей записываются как выражение, приведённое на слайде.